Привет, криптоны! С вами Павел. Давненько мы с вами вот просто так по душам не разговаривали. Сегодняшний ролик, он будет именно разговорный, но при этом очень полезный. В сегодняшнем ролике у нас не будет ни продаж, ни обзоров, ничего вообще. Мы будем с вами подводить итоги всего, в принципе, смысла того, что мы снимали на протяжении всего времени существования нашего канала. Мы с вами подведем еще раз итоги успеха в майнинге, успеха криптовалюты. Как к нему прийти, что надо делать, чтобы войти в эту тему, не проиграть, не прогореть, а заработать, приумножить свои активы и идти, так сказать, в ногу со временем к светлому криптовалютному будущему. И первое, самое первое, что нужно знать, когда вы только-только краем уха услышали слово биткоин, слово эфир, слово майнинг, и вы просто заинтересовались этой историей и решили войти в эту тему, в майнинг, не понимая особо, куда вы лезете, нужно как минимум обладать стальными яйцами, и вы должны это учесть. Почему стальными? Потому что волатильность криптовалют очень большая. Инфоцыганство в мире, на рынке, в интернете, везде, вот так вот просто хватает людей, которые будут вас пугать, людей, которые вам будут говорить, что все плохо, все пропало, и уже поздно, и последний вагон, или вы, когда вошли в тему, вам будут говорить, что все, сливаем свои активы, сливаем, продаем свои майнинг-машины, потому что все плохо, все пропало. К этому надо быть готовым. Для того, чтобы быть к этому готовым, да, то есть все, вот яйца есть, мы должны с вами, как и при подходе к любому абсолютно делу, уметь производить просчет. Мы с вами говорили уже в одном из наших роликов про бизнес-план. Бизнес-планирование – это один из ключевших факторов вообще в жизни, когда вы хотите открывать, заниматься каким-либо делом. Можно не называть это бизнес-планированием. Есть такая поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь». Вы в любом случае должны все продумать, все просчитать. Что будет, если крипта упадет вниз? Что будет, если наступит криптозима? Что будет, если наступит эфир 2.0? Какие будут ваши действия? Что будет, если вот просто, да, не сможем больше майнить эфир вообще никаким образом? Что нам делать с нашими майнинг-криками? Что будет, если в России запретят майнинг как таковой? Или запретят вообще работу с криптоактивами? Все, все, все вы должны учесть и заранее быть готовы к любому вообще сценарию. И иметь на любой сценарий свой сценарий действий. Как вы будете лавировать все эти проблемы для того, чтобы остаться в теме, для того, чтобы продолжить зарабатывать. И возможности будут и есть всегда. Но как можно просчитать то, чего вы не понимаете? И это, конечно, очень сложно. Поэтому следующий шаг и ключевой шаг — это самообразование. Вы должны изучить тему, в которую вы лезете. Вы же не можете вот так взять с утра проснуться и сказать, хочу быть стоматологом. И пойду открою свой стоматологический кабинет, начну людям чинить зубы. Нет, конечно. Вы пойдете, отучитесь, получите образование, получите опыт. И только тогда вы займетесь тем делом, которое хотите. То есть стоматология. Или, скажем, проснулся и хочу учить людей. Ну, типа, чему учить? Ну, надо какое-то педагогическое образование получить, чтобы понимать, как преподносить информацию, как вообще доносить информацию, знать свой предмет, который вы хотите учить. В любом случае, любое абсолютно дело, будь там автомеханик, будь то врач, будь то там, я не знаю, повар, все это требует специальных навыков. То есть образование. Но есть одна маленькая проблема. Что в случае с классическими профессиями, есть образование, и можно пойти и отучиться. Колледж закончить, там, не знаю, институт, получить эти навыки и пойти работать по специальности. В случае же с криптой, такого образования, как такового нет, не существует вообще. И здесь вам придется долго, мыторно, путанно смотреть YouTube, читать интернет, изучать всевозможные новости, статьи и прочее, для того, чтобы понять тематику, в которую вы хотите влезть. Ведь многие майнеры, до смешного, даже очень косвенно, и я бы сказал, даже очень-очень далеко, знакомы даже с компьютерной техникой и вообще с пониманием того, как работает компьютер. Практически не понимают этого, не знают. То есть могут, да, там, зайти в офисе у себя на работе, включить компьютер, зайти в Excel, напечатать все таблицы, создать отчетности и все. Но как устроен компьютер, как он работает, какие с ним могут быть проблемы, очень мало людей в нашем мире современном понимает. И это печально, потому что мы живем в веке информационных технологий. И то же самое и с майнингом. Особенности майнингом на видеокартах. Это обычный компьютер, у которого бывают такие же классические проблемы, как и с любым другим компьютером. И в случае на работе, если вам поможет системный администратор, или какой-нибудь инженер местный, там что-то починит, что-то настроит и так далее, то здесь вы должны минимальными навыками обладать сами. И это только низменная часть. Это всего лишь работа компьютера. На этом не ограничивается. Нужно понимать, как работает майнинг, как настраиваются фермы, как они настраиваются на определенную валюту, как там производятся настройки, как выводить свои средства, как вообще обеспечить свою цифровую безопасность. Вся эта информация есть в интернете. Да, она есть в свободном доступе. Да, ее можно изучать, смотреть и набираться какого-то опыта, каких-то навыков. Но при этом в интернете существует, помимо нормальной толковой информации, процентов 80 скамов, луда и реально лжеинформации, которая может вас ввести в тупик, повести по не той тропинке, и вы в принципе можете запутаться, ничего не понять. В этом плане вы должны иметь критическое мышление и развивать этот навык в себе. Иметь критическое мышление. Это крайне важный фактор вообще по жизни. Ну а в майнинге в первую очередь. И вообще в криптомире. Чтобы развить это критическое мышление, вы должны иметь насмотренность. Вы должны посмотреть одного там, скажем, блогера, который рассказывает что-то про крипту, про майнинг, как он работает. Второго, третьего, пятого, десятого, двадцатого. И уже основываясь на базе вот этих данных, с разных сторон, вы уже сможете сложить какую-то определенную картину. Прикрепив эту картину еще тем, что вы каждое их слово проверяете там в интернете, на каких-то статьях, на каких-то ресурсах, вы уже сможете отсечь все лишнее и какую-то маленькую истину для себя сложить. И уже после того, как вы проанализируете все, все плюсы, все минусы, изучите, что за что отвечает, как что настраивается, как что перенастраивается, как вообще работает весь процесс, вот как круговорот воды в природе, от момента, как вы взяли железки, собрали ферму, настроили карты на майнинг, на какую валюту, как она вам наманилась, как она вам ушла на кошелек, как, собственно говоря, вы ее вывели себе на кошелек и как вы там, грубо говоря, начинаете докупать, расширять свои мощности. Или там крипту. Причем это относится как и к майнингу, так и к инвестированию, к которому ролик у нас был совсем недавно, вот буквально вышел вчера. Принципы, они одни и те же. И на самом деле, все эти принципы можно перевести на любое дело в обычной жизни. Только еще раз ключевым аспектом того, что по крипте, по майнингу, не существует пока какого-то официального профильного образования, которое бы вы могли пойти и с точной уверенностью знать, что тут вам говорят правильно и вам тут говорят правду. Такого нет. Поэтому критическое мышление это очень важно. И в любом раскладе, как бы то ни было, сколько бы вы не начитались, сколько бы вы там не углубились в изучение всей информации, подняли весь фундаментальный анализ, изучили вообще сотворение практически вселенной в мире криптовалют, ее существование, основания, поможет по факту вам разобраться во всем только практика. И в случае майнинга практика сейчас стала достаточно дорогой. И многие люди считают, что входить уже поздно, входить сейчас очень-очень дорого. Многие люди задаются вопросом, а есть ли вообще возможность какая-то входить там на 50, на 100 тысяч рублей. И в действительности такая возможность есть. На самом деле, мы уже на нашем канале вам рассказывали и показывали, как можно начинать свой путь в майнинге. Банально. Вот у вас есть, говорю, обычный компьютер. Если у вас даже нет обычного компьютера, на Авито там где-нибудь можно купить любой бушный системный блок с самыми минимальными характеристиками. На каком-нибудь Celeron, там вообще 4 гига оперативки, и вообще не заморачиваться. За 5 тысяч рублей их вот там валом, просто таких вот офисных машинок. И в нее воткнуть уже какую-нибудь карточку. Любую карточку. Можно даже там 1650 воткнуть, но просто смысла будет мало. Взять какую-нибудь карту, которая более-менее актуальна сейчас для майнинга. Это можно самые основные, там низменные карты взять, типа RX 580, мне нравится красные, 1660 Super от NVIDIA, либо там 30HX Mining Edition карточка, которая дает там 30 хэшей хотя бы. И вот с этими 30 хэшами вы уже можете начать зарабатывать. Кратко, на самом деле, по нынешним курсам и по нынешней добыче, примерно вот одна карточка 30HX, которая Mining Edition, вам будет копать практически 6 тысяч рублей в месяц за вычетом электроэнергии. И можно подумать, что типа, блин, ну это же очень мало. Но с другой стороны, вы входите в майнинг на 50 тысяч рублей. И по факту, это окупаемость 8 месяцев. И по факту, давайте подумаем, у нас мрот, сколько там, 12 тысяч рублей. Это практически половина минимального прожиточного минимума на ровном месте, на то, что вы изучаете майнинг. Это то, что вы вот одну карточку на 50 тысяч рублей воткнулись в компьютер, и она там сама по себе работает. Но ключевое, что вам это даст? Помимо того, что она отовьется потом когда-нибудь, помимо того, что она вам какую-то копеечку принесет. Самое главное, что вам это привнесет в вашу жизнь, это вы сможете начать изучение криптомира на практике. Даже вот на такой маленькой практике. Даже с учетом того, что у вас не хватает бюджета. Или скажем, что у вас бюджета хватает, но вы боитесь влезать в майнинг. Боитесь. Ну серьезно. Цены высокие, вообще непонятно что, а вдруг опять пузырь, а вдруг опять упадет. Как бы неизвестность, она сплошная в головах у людей, потому что пока никто особо не понимает и не может принять, что крипта, это по сути уже стало нашим настоящим. И в ближайшие там пять лет это станет настоящим для всего мира, скорее всего, так и будет. Здесь же вы входите с минимальными вложениями, настроили, посмотрели, как работает, поработали с ошибками, вывели свою первую на майнингную криптовалюту в кэш и тем самым увидели физическую вот это свойство этого майнинга, что здесь есть деньги, что они действительно зарабатываются. Это ли не чудо? На самом деле-то, с такими небольшими вложениями вы уже можете получить какой-то более-менее ну результат. А уже основываясь на этих полученных знаниях, точнее на знаниях, которые вы изучили до, но при этом уже гипотезы проверили все на практике, тут вы уже можете спокойной душой расширяться и брать себе нормальные машины. Также одним еще из ключевых факторов анализа именно является анализ вообще всего существования криптовалют. Вы должны понимать, что дешевле не будет, будет только дороже. Давайте сейчас объясню на примере изначально криптовалют. В 2009 году биткоин только-только появился и стоил какие-то центы. И сейчас все в кинематографе все угорают, ржут и, не знаю, горюют от того, чтобы вот бы вернуться в 2009 и на всю котлету накупить биткоинов. Да, вот, наверное, каждый, кто интересуется криптой, не раз об этом задумывался. Биткоин не стоил ничего и особо не был никому интересен. Им занимались только прямо энтузиасты и пионеры индустрии, которые ее разрабатывали, совершенствовали и как-то ей увлекались, начинали ей пользоваться. В 2009 году это было никому не нужно. В 2013 году это криптосообщество уже было небольшое, которое начинало набирать обороты и биткоин начинал стоить действительно большие деньги. Уже в 2013 году биткоин стоил свыше тысячи долларов. Свыше тысячи долларов. Потом упал. Почему? Потому что когда наш мир, ну, конкретно не наш мир, а мир там, где люди уже слышали про биткоин и видели, где вот эти криптосообщества образовывались. То есть, конкретно Америку возьмем, например. Когда у них открывались первые обменные пункты, когда можно было прийти и там доллары поменять себе на биткоины и наоборот. Когда люди начинали уже продавать товары и услуги за криптовалюту. И вот тогда этот мир начал понимать, что крипта набирает обороты, но к ней не был никто готов. И ее решили. Первое, что мы всего неизвестного в первую очередь боимся, потом изучаем, а потом уже только начинаем вникать и развивать. это просто видимо инстинкт самосохранения. И биток решили на тот момент задушить всеми возможными способами и репрессиями. Тем самым он, конечно же, упал, откатился очень сильно и очень надолго. Потому что большинство энтузиастов, вот прям пионеров индустрии, которые начинали развивать, делать какие-то продукты, делать какие-то проекты на базе блокчейна, большинство из них просто закрыли. Ну и как бы то ни было, если мы опять же откроем статистику, то увидим, что до вот этого взлета биткоина к 1000 долларов он стоил там каких-то там 100-200 долларов. После падения он падал до 350, по-моему, минимально. 400, 500, 600, 700 долларов в 2017 год. Вот так потихонечку он все равно рос. Он набирал обороты постепенно, потому что это андеграундное сообщество все равно развивалось, все равно вкладывало деньги в крипту. И вот сейчас мы немножко прервемся. Почему они вообще это делали? Вообще, каким образом биткоин мог заинтересовать людей хоть чем-то, хоть как-то, чтобы они начали вкладывать в него свои деньги? Ведь капитализация биткоина и его стоимость напрямую зависит от того, сколько денег в него вложили пользователи. А все потому, что изначальная цель биткоина это децентрализованная финансовая система, децентрализованная валюта, то есть валюта, которая не принадлежит никому, ни одному из банков, ни одной стране, ни одному конкретному какому-то человеку. Нет, она принадлежит по чуть-чуть всем владельцам, участникам сети. В пропорциях соотношению тому, кто сколько владеет биткоином, кто сколько владеет частью этой сети. Будь то именно криптовалюта или будь то майнинг мощности, которые вырабатывают новые биткоины. И это был переворот, которого мир ждал очень-очень давно. И поэтому энтузиасты нашлись. Их было достаточно много, которые шли к этому целенаправленно, которые углублялись, погружались в это и вкладывали свои деньги. Поэтому питок и рос. А рос еще, потому что людей становилось в сообществе все больше и больше и больше до нас в принципе до всех практически дошла история с биткоином и с криптовалютами так более-менее осязаема только в 2017 году. А многие понимают это только сейчас. Скажу честно и откровенно, мы продавали телефоны и собирали компьютеры, когда биткоин, когда майнинг вошел в нашу жизнь. Мы его не искали, он нас нашел. Когда к нам начали приходить люди ни с того, ни с сего и говорить, а мне надо 40 карточек купить, видеокарт таких-то. И ты такой репу чешешь и думаешь, блин, ты тут два компьютера в месяц дай бог собираешь на одной видеокарточке, а тут тебе приходит один человек 40 карт. Сумасшедший какой, ну нафиг связываться. Потом еще он их ушатает сейчас, какой-то там майнинг непонятный и по гарантии все принесет. Тогда даже мы не понимали, что майнинг это не страшная история и что он не настолько даже убивает видеокарты, как обычные компьютерные игры. Ну, мы не были к этому готовы и приходили к этому тоже постепенно и по чуть-чуть начиная изучать, что вообще за это, что это вообще за тема и почему люди с выпущенными глазами бегают по рынку и скупают все видеокарты, какие только есть. А потом мы начали изучать, собственно говоря, уже сборку, настройку и прочее. Но это ладно, это отдельная история. Так вот, в 2017 году на зиму 2017 года биткоин стоил 700 долларов. Уже к лету биткоин стоил свыше 3000 долларов. Потом падал, откатывался, но не до 700. К осени он уже стоил, вот к ноябрю месяцу 2017 года он стоил 7-8 тысяч долларов. А его пик мы застали с вами в 2018 году при курсах 19-900 там с копейками. Практически, ну, на некоторых биржах даже за 20 он перескакивал. 20 тысяч долларов за монетку, которая буквально, буквально, еще раз, в 2009 году, то есть, менее 8 лет назад, стоила какие-то центы и была никому нахрен не нужна. Плюс к тому моменту, к 2017 году, уже начали появляться и другие криптомонеты, такие вот, как эфириум, скажем. Это вообще новый блокчейн. И, по сути, на базе эфириума существует весь современный криптомир. Потому что биткоин, блокчейн биткоина, он, кроме как платежная система, ничего больше не умеет. Но ему и не надо. Это самая надежная платежная система, вот, грубо говоря, в мире получается. А почему? Потому что сложность сети огромная. И чтобы как-то повлиять на эту платежную систему, нужно владеть 51% всей сети. Это очень дорого. И злоумышленник, который захотел бы сломать биткоин, он должен выкупить 51% всей сети, всех биткоинов и разрушить, грубо говоря, эту сеть. Такое возможно. Но ему это будет невыгодно. В этот момент он будет самым-самым большим инвестором в биткоин. И потеряет больше всех. Поэтому, в принципе, такой сценарий невозможен уже чисто физически. А вот блокчейн-сеть эфириума это некий Microsoft в мире блокчейна. То есть платформа, на базе которой можно создавать всевозможные новые контракты, проекты и прочие блокчейны и все на свете. На базе блокчейна эфириума выросло просто космическое количество всевозможных альткоинов, монет, продуктов, проектов и прочего. То есть вот эта вся крипто-тематика, весь этот блокчейн начал обретать какое-то лицо. То есть какую-то полезность, которой можно будет пользоваться в дальнейшем, которая уже используется сейчас. Просто мы об этом не знаем. Большинство из вас не задумывается ни о чем вообще, кроме вот как слышат есть биткоин, есть эфир, есть вот там ферма, которая там выполняет какие-то функции, копает монетку, эту монетку можно там через обменник вывести, сенок, кошелек. Все, больше ничего в принципе не интересует в этом мире. Поэтому цепочка огромных вот этих событий привела к тому, что в 2017-18 году биткоин и эфир начали расти в цене и расти очень сильно. И все почему? Потому что популяризация пошла больше, потому что больше людей начали входить в криптомир, начали им интересоваться. До 2017-го года вообще нахрен никому было не надо, никто и не знал. В 2017-м году это было меньше одного процента населения планеты, кто в принципе вошел в крипту, кто собрал себе ферму и начал майнить. Это было просто ну прям минимум минимум людей. Я молчу, конечно, про сеть биткоина, там, конечно, китайские майнеры уже давно-давно-давно копали на асиках. Я имею в виду, что вот домашних майнеров, которые копали эфириум тот же самый, который, между прочим, стоил 30 долларов перед ростом финальным, а потом падал у нас минимально до 86 долларов буквально на пару дней. И всю криптозиму он у нас держался там от 100 до 300, а в среднем 100-200 долларов, что было неплохо. Но почему произошел еще раз обвал вот этой сети? Потому что за счет того, что мало было пользователей сети, киты могли просто рынком манипулировать вверх и вниз просто по щелчку пальцев без особых просто космических вложений. Капитализация всех существующих криптовалют была менее триллиона долларов. Менее. То есть, это на самом деле не так много. Это всех, всех криптовалют. Это и биткоин, и эфир, и лайткоин, и монера, и всех вместе взятых с Zcash и прочими. И когда мы все такие вошли, такие счастливые, опа, растет, собирали-собирали себе фермочки, все классно, все круто, все замечательно. Никто не вдумал вот о первых шагах, что нужно иметь яйца, что нужно провести какой-то анализ, создать себе бизнес-план. Да мне вообще всем было пофигу, потому что никто этого не понимал. Все видели по факту. О, карты, крутятся, бабки. Все, больше никого ничего не интересовало. И все вот так и заходили в тот момент в крипту. Очень-очень мало кто начинал изучать что, зачем и почему. И, собственно говоря, те люди, кто изучал, те и остались в майнинге, те и остались с криптой, пережили криптозиму и начали зарабатывать деньги. И заработали очень неплохо на этой волне спустя 3 года практически. Так вот, киты вывели свои активы, подняли, просто пропампили рынок, люди вкинули бабок, расширили стоимость биткоина, эфира и прочих. И они вывели свои бабки, тем самым очень сильно обрушили цену. Все люди что увидели? Когда что-то растет, мы к этому очень быстро привыкаем. Мы уже начинаем считать это как должное, что вот цена такая, это нормально, да, особенность еще сложность сети растет, а доходность особо не кажется выше, и мы, в принципе, зарабатываем примерно те же самые деньги, ну, и типа так и надо. И вот растет-то постепенно, а упало резко. И никто еще раз ничего не изучал. Все психанули, начали скидывать свои активы, продать хоть что-то, хоть как-то, чтобы заработать хоть какие-то деньги, пока пузырь совсем не лопнул, потому что это МММ, потому что все, то есть пузырь, а еще по всем новостям из каждого утюга орали, что все, конец, просто конец всему, люди начали скидывать свои активы, тем самым еще сильнее роняя рынок. И когда курсы просели настолько, что по сути розетка не окупалась, майнинг шел в минус, еще и отключили фермы или начали продавать свои фермы. Продавать начали на самом деле после первого уже падения мощного, уже тогда все сканули и уже все тогда начали скидывать вообще все свои активы, которые вкладывали в это дело. Я думаю, что сейчас каждый человек, который тогда вот так поступил, сейчас кусает просто локти и очень сильно об этом жалеет. А все почему? Потому что не изучал вопрос. Все потому, что был под влиянием общественности, под влиянием инфо-цыганство под влиянием лженовостей о том, что хай, о том, что поздно, о том, что вагон ушел, о том, что все, конец, пузырь лопнул МММ еще раз. Но тем не менее, осталась часть энтузиастов, которые не скинули свои активы, которые не выключили свои фермы и продолжили копать. Вы на секунду вдумайтесь, когда все скинули активы, выключили фермы, сеть упала и копалось просто неимоверное количество самих монеток. Да, по факту, если смотреть на здесь и сейчас, то они не окупали электроэнергию по стоимости выработки и по количеству, что их сыпало именно за счет цены эфира. Но их сыпало много, потому что сеть была прям вообще никакой. Все отключили свои риги. Так вот, те люди, которые продумали и прочитали все, не выключали свои фермы, а просто платили электроэнергию за то, чтобы они работали. За этот период криптозимы наработали, все накопали огромнейшее количество активов в виде монеток того же самого эфириума. Дождались хорошего курса, вывели по хорошему курсу. И вы можете сказать, что легко рассуждать задним числом, что вот типа все свершилось, а ты сейчас строишься умника, рассказываешь нам, блин, вот как надо было, как все было хорошо и так далее. На самом деле, все можно было изучить и понять. К чему, что, когда и как шло. Да, было сложно. На тот момент было еще сложнее, потому что никто ничего не понимал. Вот никто ничего не понимал. Все существующие криптоэксперты, криптоэксперты, люди, которые называют себя экспертами в крипте, 90% из них родилось вот в этом 17-м году. Они сами начали входить и заниматься, изучать вообще криптомир в 17-м году. Не раньше. Очень редко можно встретить человека, который бы сказал хотя бы, что я в крипте с 2013-го, 2012-го или 2011-го года. Криптомир только создавался на наших глазах. Мы в нем ничего не понимали. Поэтому здесь не должно быть никаких разочарований. Что сделано, то сделано. Но сейчас у нас есть с вами уже вот этот конкретный анализ, который мы можем с вами произвести на протяжении всего прошлого времени. И было у нас дохренище времени, чтобы что-то изучить и понять. И появилась уже куча информации о том, как это работает, что это дает, на чем это основывается, на чем это строится и почему это стоит денег и к чему это вырастет дальше. Изучаем и анализируем. Сейчас же мы с вами находимся, когда биткоин стоит за 60 тысяч долларов. За 60. Напомню еще раз, в 17-м году пик был 20 тысяч, а по эфиру 1400. А эфир сейчас 4,5 тысячи долларов. Вдумайтесь. Сколько денег было потеряно теми, кто не верил в крипту. Если вы занимаетесь криптой, вы должны в нее еще и верить. Это как минимум. Это как, я не знаю, любым делом, если вы занимаетесь, вы должны в него верить. Потому что, если вы в него сами не верите, в дело, то, в которое вы вкладываете душу, деньги, время, силы, то не надо этим заниматься. У этого дела не будет тогда прогресса. Никогда. Оно захереет и загнется. Но к чему, ладно, все это разглагольствовал. Дешевле уже не будет. Это ключевое, что надо понять. Мы никогда с вами больше не купим биткоин по 100 долларов. Никогда. Мы его даже с вами больше уже никогда не купим ни по 700, ни по 3 400, и даже ни по 20 тысяч долларов. Если сейчас наступит криптозима, минимально, даже ощутимо, если представить самые хреновые расклады, ну окей, это 20 тысяч долларов. Это криптозима, товарищи. А 20 тысяч долларов, на секундочку, это максимальный пик 2018 года. Это был хай. Это был жесткий хай. Когда уже все кричали, что потолок, все, песня дальше не пойдет. А по эфиру так же. Я не думаю, что оно пойдет ниже полутора тысяч. То есть, опять же, максимального хая, который был в 2018 году. Мы с вами уже дешевле не возьмем. Дешевле уже не будет. Чем дольше мы с вами ждем, тем будет дороже. То же самое касается видеокарт. В 2018 году все страдали очень серьезно от того, что карточки 580 стоили там по 37-38 тысяч рублей. Это казались просто сумасшедшие деньги. Это такой был перехай вообще тоже барыги обнаглевшие и все на свете. Сейчас, ну скажите мне, кто бы не купил 580 по 37 тысяч рублей? Прямо напишите в комментариях. Сейчас цены выросли еще сильнее. И это не предел. Предел мы еще с вами увидим попозже. И чем дальше, тем дороже. Ну, это логика. Она вот шла, идет и будет идти дальше. От этого уже никуда не деться. Просто это надо принять и понять для себя. Мне это надо или мне это не нужно. я хочу этим заниматься, входить в эту историю, развиваться, изучать и зарабатывать. Или я не готов, я просто посмотрю на это со стороны и там либо посмеюсь потом над всеми, кто вот входил, как смеялись в 2018 году все, либо ну, потом буду думать, ну типа, эх, в 2009 бы вернуться и на всю котлету закупить битка. и закрепляя все вышесказанное, вы должны понять, принять и осознать, что майнинг, инвестирование или трейдинг в криптомире все это разные роды бизнеса. И отношение ваше должно быть к майнингу, к инвестированию или к трейдингу как к бизнесу. То есть с расчетом, с холодной головой и с четким пониманием дела, периодически включая стальные яйца. Когда будет все не очень хорошо. И вот вам сразу еще одна аналогия. Открывать бизнес дорого и сложно. Вот вроде бы подумай о том, что сейчас делать. Но все же есть в этом мире. Все есть. Продуктовые магазины открыть. Да вон они на каждом углу эти продуктовые магазины. Салон по ремонту техники сервисный центр открыть также. Вот они везде абсолютно натыканы. и конкуренция большая. И ты берешь и делаешь. Если у тебя есть такое желание. Но тот кто подходит грамотно работает процветает и развивается. Тот же кто подходит без головы очень быстро прогорает. То же самое и с криптой. Не важно чем вы будете заниматься в криптом мире. Если вы все рассчитали если вы готовы ко всем последствиям у вас все получится. Если вы ничего не рассчитали а зашли на шару вот быстро прям быстро вошел в бабки влил сейчас за 2-3 месяца отобьюсь заработаю у меня будет все чики-пуки и я не хочу развиваться и вот я купил вот потратил 500 тысяч рублей на 200 мегах мощности я вот и все и мне больше ничего не надо оно вот за такие бабки оно должно само просто само все делать само настраиваться само работать и приносить мне просто сумасшедшие деньги все я король мира если у вас такое понимание криптомира не входите в него ни в коем случае так же как и нельзя открывать бизнес на последние деньги нельзя это огромный огромный риск который может привести к огромным огромным потерям расстройству и к тому что у вас ничего не получится вас должна быть всегда спокойная свежая голова и холодный расчет это невозможно практически делать когда что-то идет не по плану и когда ты это сделал на последнее или на заемное то же самое с майнингом то же самое с инвестированием ни в коем случае еще раз повторюсь если вы новичок в майнинге нельзя входить в майнинг на последнее или на кредитное то есть конечно звучит хорошо пошел в банке взял кредит на миллион под 20% годовых что ты его платишь купил себе ферму которая приносит тебе 110% годовых и ты такой типа вернул и бабки еще заработал и у тебя железо осталось ну шикарные же условия шикарные прям вообще почему бы так не делать а вот потому что так не делать потому что крипта волатильна потому что вот такая свечка сейчас еще раз как в мае понесется сколько людей вот в мае орало о том что все хана капец поздно опять зима все пузырь опять лопнул уходим на активы сейчас карточки будем покупать по 15 тысяч рублей на вторичном рынке сколько таких людей орало каждый первый каждый первый практически вот был такого мнения результат вы видите сами что сейчас происходит и вот те кто входил в кредит те вот поверьте мне психанули и поэтому действительно на вторичку полетели вот эти видеокарты пока они еще стоили каких-то более-менее вменяемых денег даже на вторичном рынке и пытались все скинуть и это я не преувеличиваю те а еще ключевое почему нельзя вот так вот делать потому что когда вы входите в кредитные или на заемные вы входите с ожиданием того что вы будете с фермы вынимать ежемесячно какую-то сумму там даже с учетом волатильности крипты сегодня 10 тысяч вынули завтра 20 послезавтра 15 послезавтра 5 ну и так далее ну вот пока она вот так вот прыгает растет и падает крипта но у вас есть необходимость постоянно вытаскивать с нее деньги постоянно вот эту вашу крипту выводить на деньги на фиаты так тоже делать нельзя крипта так не работает то есть работает можно но тем самым вы себе лучше не сделаете еще раз вы майните крипту крипта это эфемерное существо скажем один эфир он сам по себе вот такой вот шарик который не имеет определенной ценности имеет в плане того что сколько в него денег вложено да там общая капитализация столько денег он стоит там торги и прочее опять же это история для отдельных роликов и мы об этом рассказывали неоднократно но по факту вот этот ваш эфир сегодня может стоить 1000 долларов а завтра 2 а через год 5 а еще через 2 года 10 тысяч долларов вы его все равно накопали уже сегодня вот он у вас есть эта монетка и по факту вот как в 18 году когда вы ее сливали по 1000 или по 100 долларов на падение вы лишили себя возможности слить ее по 5000 долларов секрет успеха в криптомире еще раз не важно чем вы хотите заниматься секрет успеха в долгосроке на долгосрочной перспективе 3-5 лет в любом случае что бы вы сейчас не копали конечно на такой долгосрок если вы опять же не хотите изучать и понимать почему эфир может вырасти до 10 тысяч долларов не пальцем в небо ткнуть а именно понять почему он может вырасти до 10 тысяч долларов то лучше любые активы переводить биткоин на такую долгосрочную перспективу в биткоин ограниченная эмиссия он конечен плюс его очень много было утеряно люди все больше вкладывают денег в биткоин это уже реально аналог золота цифровой аналог золота а даже уже говорят что золото это аналоговый аналог биткоина и при таких раскладах вы в любом случае приумножите заработаете все главное от тех целей которые вы себе ставите поставили цель и вас вообще не волнует что там происходит растет крипта падает крипта сливают там кто-то орет что эфир 2.0 кто что там орет кто что говорит что там СМИ пишут вам вообще пофигу у вас цель там 5-10 10 тысяч эфир вот 10 тысяч эфир все ну скажем примерно так и вы вошли сейчас вложили денег положили их вот в эти фермы или просто закупили этого эфира сейчас неважно смотря кто чем хочет заниматься просто на майнинге можно чуть больше все-таки заработать на долгосрочной перспективе чем просто купив крипты мы об этом тоже говорили в предыдущем ролике вложили майнят вам копится эфирка потихоньку копится-копится-копится-копится-копится вы просто оплачиваете электроэнергию просто следите за тем чтобы это все стабильно копалось и работало и падало к вам на кошелек желательно на холодный кошелек чтобы вы точно не могли даже там случайно потерять вашу крипту которая может уйти путем взлома вашего аккаунта или того что биржа соскамится и ваши криптомонетки также исчезнут никуда на холодный кошелек который всегда останется с вами и ждете периодически посматривая новости такие опа блин через 4 года эфир 10 тысяч долларов красота у вас там накоплений просто вот какое-то космическое количество и вот те деньги которые вы вкладывали вы приумножаете просто стократно вот серьезно в сто раз практически можно отбиться вот за этот короткий промежуток времени и вот эта мысль об окупаемости за сколько мне ферма окупится вас вообще не должна при этом волновать потому что при пересчете потом на каждый день майнинга окажется что ваша ферма окупилась за неделю вот мы сейчас сегодня покупаем себе рик для того чтобы понять что окупаемость 8-10-12 месяцев и мы считаем что это овер дохрена это очень долго это не рентабельно повторюсь еще раз для тех кто так считает велкам пожалуйста несите деньги в банк купите себе недвижку и ждите 30 лет пока она вам принесет x2 или откройте бизнес ну понятно на микробизнесе можно заработать там с 200 тысяч сделать 400 там и за месяц ну грубо говоря но возьмите какой-нибудь такой средний бизнес освоите 10 миллионов чтобы с нуля с ничего вообще вот 10 миллионов вложить и приумножить их 20 создать бизнес классический вот любое предприятие кафе открыть ресторан открыть вот за год хотя бы тот кто это делал хоть чуть-чуть разбирается поймешь что это невозможно еще раз майнинг это бизнес а бизнес это просчет и четкое видение перспектив и того что вы делаете чем вы занимаетесь начиная с того на какие деньги вы будете вкладываться что конкретно вы будете покупать вы должны знать что конкретно эту карту конкретно потому что она дает столько хешей и вы должны понимать все это с учетом дефицита рынка не упираясь конкретно во что-то определенное типа 3090 EVGA FTV3 и все и вот ничего другое вы можете ее очень долго ждать к примеру или найдете это не столь важно более гибко подойдите к вопросу дальше розетка какая у вас будет какая у вас будет проводка чем это будет охлаждаться кто будет за этим следить как это будет обслуживаться как это будет работать на чем вы будете заходить свой кошелек как вы будете выводить свою крипту это все вы должны продумать до того как вы захотите вообще входить в крипту как входить в майнинг то же самое с инвестированием просто минуя много вот этих лишних шагов вы все равно должны подумать как обезопасить свой кошелек как полностью И вот обезопасить ваши вложения, вашу криптовалюту, чтобы она никуда не ушла, не соскамилась, не потерялась. И чтобы вас ее никто не украл. В любом случае, это все расчеты и просчеты. И в ваших провалах, если у вас что-то где-то не получится, может быть виноват только один человек. И это вы. Это значит, что вы не четко все просчитали, рассчитали и без головы подошли к этому делу. Говорю я сейчас очень многое, но это фундаментально важные вещи, которые должен осознать для себя абсолютно каждый человек, который хочет входить в криптомир. Хочет купить себе майнинг-ферму, хочет купить себе крипту, хочет начать про трейдинг, я вообще молчу. Это прям отдельная история, это прям отдельно для отдельного ролика. Мы пока с вами обсуждаем общее и целое. Ну и в принципе, ничего нового, скорее всего, вы уже не узнаете. Изучайте, развивайтесь. Мы стараемся с твоим контентом показать вам возможности, варианты, что-то новое рассказать, привести какого-то эксперта для того, чтобы вы чему-то научились. Для того, чтобы вы смогли что-то новое узнать для себя. Но в любом случае, только ваше желание к развитию может привести вас к успеху. На этом наш сегодня вот этот обобщенный ролик всего, что мы с вами узнали за все время существования нашего канала. Все, о чем мы рассказывали из ролика в ролик, из ролика в ролик, из ролика в ролик. На разные темы. Надеюсь, что мы подвели и каждый ее усвоит. Ну, если не усвоит, и мне опять будут сыпаться кучи комментариев, которые я пойму, что люди не понимают или не смотрят эти ролики. И не пытаются осознать, насколько это важно. Может, когда-нибудь мы еще и запилим еще раз такой видос. Или что-то подобное этому видосу. Но я надеюсь, что те, кто его увидят, для себя точно что-то отложат на задворочках своего головного мозга и примут к действию. Вот наши советы, которые мы вам даем. Советы о подходе. Мы не даем инвестиционных советов. Мы не можем решить за вас, что вам покупать, на какие деньги вам входить и как вам развиваться в этом криптомире. Как вообще купить такую карту или такую, купить такой актив или такой актив. Мы не даем таких советов. Мы можем рассказать, что происходит в мире, наше мнение об этом. Но дать совет мы можем только о подходе к делу в целом. И если вы еще раз осознаете все, это не очень сильно отличается от обычного традиционного бизнеса в обычном мире, не в криптомире. Ну, а в завершении этого ролика, для тех, кто досмотрел до этого момента, надеюсь, вам было хоть как-то, хоть чуточку, хоть капельку интересное. И вы не очень сильно устали от этого подкаста. Я хочу рассказать об основных новостях, которые происходят у нас. Вот все. Ролик, полезная, ценная информация там осталась. Сейчас о том, что происходит у нас на канале. Вот прям подпишись, поставь лайк и поставь колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. На этом все. А теперь рассказываем, что у нас происходит. То есть вот там все осталось. Мы, благодаря тому, что наш контент, мы стараемся его делать все умнее, мы стараемся привлекать от спикеров, пытаемся делать образовательный контент. И даже часть этого контента пробно даем бесплатно на ютубе. Он не смотрится. И более того, по непонятным нам причинам, просто на протяжении полутора лет, неважно, что мы снимаем, насколько хороший ролик получается, насколько он полезный, продается в этом ролике что-то или не продается в этом ролике что-то. Неважно. У нас канал как-то так работает, что первый день ролик набирает, второй день просто он умирает. И так на протяжении полутора лет практически, который мы снимаем с 1 сентября того года. В связи с чем мы приняли такое маленькое решение, говорю об этом на ютубе, чтобы вы не переживали, не говорили мне, не писали мне в личку, чтобы появился какой-то клон-канал и, возможно, это мошенник. Нет, это наш канал второй, называется он «Пираты майнинга». И там выходят наши, также будут дублироваться все ролики от самых старых. Вот мы сейчас уже начали эту практику для того, чтобы посмотреть, как будет ютуб взаимодействовать с этим каналом. Может быть у нас что-то, вот действительно нарушились алгоритмы непосредственно с основным нашим каналом, и мы постепенно, возможно, перейдем на него. Тут пока непонятно, пока будем посмотреть. Поэтому не пугайтесь, если кто хочет, ссылочка на тот канал в описании, можете перейти, подписаться. И в конце концов посмотреть наши старые ролики, мы стараемся не дублировать контент, и там даже в старых роликах было очень много полезной, крутой ценной информации. И вместо того, чтобы искать их в нашей ленте, вы можете подписаться на этот канал, там будут они выходить каждый день в 10 утра на протяжении месяца-двух, пока мы эту тему смотрим. А вы для себя освежите знания или вспомните что-нибудь старое, но очень полезное. Далее я хочу посетовать немножко на такую историю. В очередной раз вы почему-то видите в нас исключительно барыг, исключительно продавцов, и почему-то у вас идет такой негатив, жесточайший к нашему каналу, к нашему контенту. Что мы там продаем карты, что мы там продаем курс, что мы сделали платный вип-чат. Я попробую еще раз объяснить всем, чтобы каждый понимал. Мы в первую очередь на ютубе делаем контент. Вот у нас идет ролик, он идет 15-20-30 минут. В течение всего этого ролика мы максимум уделяем там минуточку или 15 секунд, чтобы сказать о том, что кто хочет приобрести карту у нас, welcome, ссылка в описании в нашем телеграм-канале. Все, то есть всю остальную часть мы вам преподносим информацию, мы стараемся вам доводить интересный качественный контент, показывать вам, как работают те или иные карты в Риге с 12 карт, потому что, еще раз, одна карточка в стенде, она работает одним образом. В Риге она может себя вести совсем по-другому. Мы пытаемся изучать там новые интересные концепты для сборок там и прочее делать на канале. Мы разоширяем, развиваем наш контент. Но вы просто за счет того, что, большинство, не все, но большинство из вас, просто за счет того, что, типа, мы собираем фермы, ну и типа, нахрен, смотри, наш контент, он не объективен. Это глупость, действительно. И вот с таким отношением вы потом остаетесь с теми же глупыми вопросами, которые нам постоянно сыпятся. А что взять это или это? А эфир 2.0 и дальше нечего делать. А майнинг умер и все. И вы, скорее всего, тоже можете потом хомякнуться на какой-нибудь очень большой вот такой вот волне падения. Думайте, что вы делаете. Вас никто никогда не заставляет переходить к нам в Телеграм. Не хотите, не переходите. Это ваше дело. Увидеть наши прайс-листы и сказать, блин, да вы оборзели такие цены. Так это не мы оборзели, это мир в таком случае оборзел. Потому что это цены рыночные. Откройте рынок, откройте, посмотрите в интернете цены в обычных магазинах в России на нормальные карточки. Ни Европы, ни Китай, где можно взять дешевле. Базару ноль. Ну и гарантия у вас будет там же. А вот просто обычные цены. У нас они не сильно дороже и не сильно дешевле. Они у нас в рынке. Поэтому, если говорите, что мы охреневшие, то берите и пишите каждому подряд магазину, что они охреневшие. Мы бы рады сами продавать карты дешевле, собирать риги дешевле. Вы поймите, нам вообще нету этого смысла, разницы продавать их три дорога. Мы вынуждены их покупать сами три дорога. Если вы при покупке одной фермы или карточки, вы рискуете деньгами на одну карту или на стоимость рига, то мы рискуем деньгами собственными на сотни таких карт по вот этим высоким ценам, по этим высоким закупкам. Рискуем, чтобы вы потом могли также где-то купить эти карточки, потому что дефицит, потому что не достать. Мы стараемся для вас в первую очередь. Не нужно вам это? Не надо. Есть сотни других магазинов, идите туда, купите там. Что касается вип-чата, у нас был бесплатный чат. Был он, я за ним следил, я пытался его контролировать, я тратил на это уйму, тонну своего времени. И все равно он у нас так или иначе превратился в помойку, превратился в скандалы, в ругань в том, что люди начали друг друга посылать нахер, а не общаться по теме. И, конечно, да, я был вынужден, я удалил этот чат. Да, я сделал платный чат, но зато там немного людей, которые платят за то, чтобы быть там, и общаются на целевые темы, развиваются и друг другу помогают. Я уже получил ни один отзыв, ни один десяток, ни одну сотню отзывов о том, насколько наш чат действительно хорош по сравнению со всеми остальными. Но я никого не принуждаю туда идти. Я не принуждаю вас покупать этот спонсор, чтобы попасть в этот чат. Оно просто есть такая возможность. Она вам нужна? Окей. Не нужна? Не надо. У каждого криптоблогера есть свой чат. Там по 5, по 6, по 10 тысяч человек. Welcome туда. Из тысячи сообщений в день, в флуда, вы, может, найдете себе какую-нибудь полезную информацию. Никто ничего против не говорит. Не хотите? Не надо. То же самое касаемо нашего платного курса. Вот мы привели инициативу. Нашу инициативу, собственную нашу инициативу. Я вложил до хрена своих собственных денег для того, чтобы создать вот этот курс. Профессиональный продакшн, мировые спикеры. Просто люди, которые работают с крупнейшими компаниями, которые создают современный криптомир, которые действительно в этом что-то понимают. Я их как-то смог пригласить к нам на курс, для того, чтобы они поделились своим опытом с вами. Я в это вкладываю душу, вкладываю деньги, силы, средства, время и все на свете. Моя инициатива. Я хочу это делать. Могу ли я решать? Давать этот контент бесплатно или платно? Так же, как и в принципе ролики, которые я делаю на ютубе. Вообще я могу этого не делать. Да, а я это делаю. Ну просто так, бесплатно, по сути. Не хочется платить денег? Не надо. Не берите, не смотрите, не используйте, не покупайте, не участвуйте. Бесплатно мы и так всю информацию даем. В огромных количествах. В огромных количествах то, чего вы не увидите ни на одном другом ютуб канале. Мы стараемся для вас. Я хочу, чтобы вы это понимали и разделяли вот эту историю. Заработка, где мы продаем свой собственный труд. Собственный труд. Мы не продаем вам рекламу каких-то скам проектов и других компаний непонятных. Или непонятных магазинов, где вас там может кто-то кинуть, обмануть и все в этом духе на деньги. Мы этого не делаем. Мы продаем собственный труд, которым мы занимаемся, который нас кормит, которым мы зарабатываем. Вы его хотите покупать? Покупаете. Не хотите покупать? Не покупаете. Никто никого ни к чему не заставляет и не принуждает. Я хочу, чтобы вы разделили нашу работу и наш контент. И надеюсь, если вы сможете в голове это разделить, вот тут вот барыги, да, это наша работа, а вот тут вот блогеры, которые пытаются вам что-то полезное, вечное, хорошее донести. Тогда у вас в принципе и восприятие, и полезность усваиваемости нашего контента, возможно, будет до вас доходить лучше. И усваиваться лучше. И вы будете меньше паниковать, когда будут падения. Вы будете лучше понимать, когда вам стоит стейкаться, как стейкаться, как выводить, как зарабатывать, когда развиваться, когда, грубо говоря, расширять свои мощности или расширять свои криптоактивы. Ведь мы стараемся очень многое об этом говорить, правильной, полезной, правдивой информацией. Мы не занимаемся инфо-цыганством. На этом мы заканчиваем сей длинный ролик. Еще раз, это был разговор по душам, поэтому не стерчайте, что он получился такой вот местами, может быть, повторяющийся, такой нечеткий. Потому что этот ролик именно диалог мой с вами. То, что я хотел вам сказать, я сказал. На этом можно заканчивать. Помните, не забывайте никогда, что ферма крутится, монетка мутится, что за криптой будущее оно уже наступает сейчас. Оно уже наступило для многих, даже стран. И наступит для каждого из нас. Просто кто-то будет к этому готов, а кто-то нет. Если этот ролик вам понравился, поддержите его лайком, подписывайтесь на наш YouTube-канал, на этот, ну и на тот, который мы сейчас экспериментируем. В том числе, вы нам поможете лучше понять этот эксперимент. Ставьте клокоть, чтобы не пропустить наши новые интересные выпуски. С вами был Павел. До новых встреч. Продолжение следует...